Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях политический советник Джейсон Джейсмарт. Приветствую! Я рада наконец встретиться с вами персонально. Надеюсь, что это упростит наше с вами общение. Что ж, как вам вообще в Киеве? Как вы себя чувствуете? Безопасность ли? Абсолютно. Честно говоря, Киев достаточно безопасен, судя по статистике. Более опасно себя чувствуешь на дорогах, когда ведешь машину. То есть даже когда слышите все эти воздушные тревоги, это все вас не пугает? Даже несмотря на тревоги, Киев достаточно безопасное место. Несмотря на все попытки России, у них не получается. Ну что ж, я надеюсь, так будет и дальше. Тогда начнем с вопроса, который я задавала вашей коллеге из Итальянского института политических наук Натале Точи. Сейчас много разговоров об Украине и России, и всем понятно почему. Но мне было интересно услышать ее взгляд на ситуацию и как отношение политики, политиков и аудитории внутри Европейского Союза с ее точки зрения изменилось. А вот теперь хочу спросить у вас. Как же изменилось отношение политиков и аудитории в Соединенных Штатах? Ну, про аудиторию мы поговорим отдельно. Видите ли вы какие-либо изменения именно в политическом отношении? И какие именно? Поймите, с тех пор, как началась война, всегда происходили изменения. Есть много возмущения по поводу того, что происходит. Я не думаю, что кто-то изменил свое мнение или стал пророссийским. Но я думаю, что уровень интенсивности, с которой люди следят за ситуацией в Украине, изменился. Когда это только начиналось, это была главная топ-новость каждый день в каждой газете и в каждом телешоу. Сегодня это происходит в меньшем объеме, но это не значит, что тема Украины стала менее важной. Я думаю, что это один из главных политических вопросов в большинстве стран Европы и, конечно же, в Соединенных Штатах. Если говорить вот об аудитории, то очень интересно следующее. Какие основные проблемы и что именно волнует сегодня американцев? Ну, конечно, кроме Украины и выборов в Соединенных Штатах Америки, о чем еще нам не узнать из всех топовых газет, заголовков и телевизионных передач? Мы много слышали в последнее время, как все говорят об Украине и о том, что почти 87% американцев согласны продолжать давать деньги Украине и помогать оружием. Откуда такие цифры? И соответствуют ли они правде? Безусловно, существует огромная поддержка и в США. Я впервые поехал в США с начала войны и был очень удивлен, что в Вашингтоне, округ Колумбия, в пригороде Вашингтона, можно увидеть такое количество украинских флагов. Я не могу вспомнить наглядный пример в истории США, когда так часто люди покупали флаг другой страны, а затем вывешивали возле своих домов рядом с американским. Так что, поверьте, есть большой интерес и беспокойство по поводу того, что происходит в Украине. Хотелось бы еще услышать Ваше мнение о таком новом понятии, как политика постправды, которая витает в нашем обществе сейчас. С Вашей точки зрения, эта эпоха так называемой постправды, она продолжается? И это то, что меняет отношение аудитории. Я вот узнала, что даже есть в Оксфордском словаре такое пояснение понятия, как постправда. И в нем как раз они делают акцент на примере Брекзита и выборов 2016 года Дональда Трампа. Как это все работает? И что это вообще на самом деле? Интересно, как они это понятие определяли, но мне кажется, что эта область, о которой мы сейчас говорим, реально беспокоит общество. У людей есть ощущение, что именно их правда реальна. Мы в той или иной форме понимаем, что не существует единой правды, все зависит от человека. В чем реальная проблема, так это в том, что все верят в свою единую правду, отметая напрочь факты. Смотрите, у вас неверные факты, а вот мои как раз правильные. И это все иррациональный подход, это нелогично. Дело в том, что большинство событий основано на фактах, которые вы можете доказать, и это как раз не субъективно. Но, к сожалению, я думаю, что многим людям нравится субъективность. Так они могут иметь мнение, противоположное другим, несмотря на неопровержимые доказательства. И это дает им чувствовать себя особенными. У них может быть мнение, которое ни с чем не связано в действительности, но которое все начинают воспринимать всерьез. Это безумие. Собственно, то, что началось с нового уровня технической революции, когда был создан интернет, и общество было выведено на новую ступень развития, как мы видим, эта информационная технология стала еще и своеобразным наказанием для человечества. Вот у вас есть большой доступ к информации, но то, как вы ее используете, показывает в реальности то, что на самом деле происходит в мире. А ведь это приводит к полному пренебрежению, к профессионализму во всем мире. Так как вы думаете, может ли это привести и к деградации общества? И можно ли на этот процесс повлиять, исправить его? К сожалению, в реальном мире происходит деградация знаний. Например, раньше мы получали всю информацию с помощью энциклопедии, и мы проверяли нужную информацию оттуда, ссылались на данные энциклопедии, если что-то не знали или забывали. Теперь люди могут пользоваться Google. По факту вы можете зайти на веб-сайт, на котором размещено все, что думает какой-то левый парень, без какой-либо цитаты, а где просто перечисляются его бессмысленные, необоснованные ни на чем комментарии. Да, кстати, мы уже видели, что рост таких понятий, как теории заговора среди людей, которые не имеют никакой базы знаний, катастрофически растет. И это действительно может быть дестабилизирующим фактором даже для целой страны, если в это поверит все ее население. И это реальная проблема. Мы имеем дело не с общим набором смыслов или данных, с которыми мы можем согласиться, а скорее каждый человек индивидуально выбирает, что для него реально, а что нереально. Это действительно создает потенциал для того, чтобы целая группа общества стала одержима ложными идеями. Собственно, это, наверное, яркий пример того, что произошло за последние 20 лет в Российской Федерации, когда появился так называемый коллективный Путин в РФ. И он сейчас как тот киношный Джокер, но только в мировом масштабе. Как вы думаете, он такой единственный? И куда этот Джокер может нас привести? Я понимаю, что это один из самых тревожных моментов, если говорить об идее истины и о том, что она собой представляет. Очень легко использовать телевидение для манипуляции российским населением путем дезинформации. Я имею в виду не канал Russia Today, а масштаб России. И эта дезинформация очень важна, и Украина тому отличный пример. Россия незаконно вторглась в Украину. Но если вы читаете российскую прессу, почему-то об этом нигде не говорится, не так ли? И никогда не говорили, что Россия вторглась в Украину. Просто-напросто это какая-то спецоперация. И количество людей на Западе, которые в это верят, к счастью, не такое уж и большое. Но есть миллионы, десятки миллионов людей, которые в это верят. Они действительно считают, что Украина была агрессором против России, и это было вынуждено. И почему они в это верят? Почему? Это все российская пропаганда. Я думаю, дело в том, что они воспринимают в парадигме. У вас есть своя правда, а у меня своя. Даже если я смогу доказать, продемонстрировать, в Буче были массовые убийства населения. Было совершенно ясно, что Россия незаконно, вопреки международному праву, оккупировала новые территории Украины. Совершенно очевидно, что Украина не представляла прямой угрозы России ни в каком смысле вообще. И почему тогда они в это верят? Потому что есть гипотеза, что многие из этих людей предпочитают быть другими, с оппозиционным мнением во всем. И если все поддерживают Украину, все могут посмотреть на факты и сказать, смотрите, это фотографии из Бучи и то, что там произошло. Но они предпочтут верить в бред, что это фейк, что это актеры, потому что сотни журналистов были там после того, как Бучу освободили. Всем ясно, что это были убиты настоящие мирные жители. Как можно было с этим поспорить? Эти люди пытаются идти против фактов, пытаются быть другими, и они отчаянно пытаются защитить Россию, цепляясь за любое объяснение и любую причину. Либо они просто вот не любят Запад. И я думаю, что мы видим натуральный абсурд в их восприятии реально происходящего сегодня в Украине. Говоря о глобальной инфляции, мы все время говорим, что Россия вбрасывает огромные деньги в пропаганду по всему миру. Там вопрос, интересно, в ее количестве этой пропаганды или все-таки в форме? Вот мы говорим, что Россия ограничена в деньгах, возможности зарабатывать на энергоносителях и прочем сейчас. Но мы все равно видим, что люди каким-то образом получают эти финансы. Далее мы видим закрытие таких каналов, как Russia Today. Видим закрытие различных других пропагандистских каналов по всему миру. Но каким-то образом общество продолжает получать информацию. Так как же это происходит? Значит, дело не в деньгах или в чем-то другом? Может, дело в том, как доносится эта искаженная информация до аудитории? Я думаю, что есть несколько факторов. Но важно отметить, что Russia Today является наиболее эффективным там, где меньше рынка СМИ. Я думаю, что если говорить о Соединенных Штатах и почему США не ограничивают Russia Today, так это потому, что там не так много зрителей. С самого начала они довольно ограничены. Ведь каналов в США множество. Так почему кто-то должен выбрать именно Russia Today, если есть огромный выбор, и это не очень распространено сейчас? А вот в Латинской Америке, Африке и других местах, которые развиваются, это в трендах. И почему так? Потому что качество самого телевидения, если смотреть Russia Today, качество производства высокое. Контент довольно привлекательный, выглядит неплохо, в то время как многие крупные телеканалы в развивающихся странах выглядят по-другому. Они действительно не дотягивают до их качества. Раньше я работал на латиноамериканском телевидении, и могу сказать, что там тоже есть проблемы. Если проект действительно круто выглядит, это в их восприятии должно означать, что они также и говорят правду. Люди смотрят его, и, к сожалению, там нет конкуренции. Я имею в виду, что есть «Голос Америки» и подобные вещи, которые гораздо менее популярны. В этих странах нет ничего эквивалентного тому, что есть в бывших советских республиках. Такие программы в режиме реального времени, увы, не распространены в Латинской Америке и в Африке. На самом деле им нужно больше правды, чтобы люди могли противопоставить происходящее с позиции российской пропаганды. Вот почему для Украины важно быть частью такого контента на английском языке. Но также, я думаю, что было бы отлично выпускать их на французском, португальском, испанском и других языках, чтобы остальной мир мог понять правду о том, что здесь в Украине реально происходит. И это не субъективно, это чистые факты. А что говорит Россия? Россия врет, потому что это то, что они всегда делали. И создается видимость, что они там вещают и являются правдой о ситуации в Украине. В конце концов, люди должны принять рациональное решение. Я имею в виду, что если кто-то хочет видеть что-то безумное, то он найдет такого контента, сколько захочет. И я предполагаю, что должен существовать эквивалент всему этому иррациональному, включая теорию заговора. Есть миллионы людей, которые верят в теории заговора и считают, что это реально. На самом деле есть глобальная проблема с восприятием реальности. Я думаю, что россияне искренне верят в то, что они правы. Это ясно. Они действительно в это верят. Думаю, они искренне считают, что Украина не является государством и что украинцы хотят быть в составе России. Путин прямо об этом и говорил в своих статьях и выступлениях. Потому что он действительно верит в это. Россияне искренне в это верят. И как бы безумно это ни казалось нам, факт в том, что в мировой истории такое случается довольно часто. Как мы знаем, нацисты были одержимы культом личности, и у них были очень странные гностические верования. Что касается Путина, то они действительно верят во все то, что мы считаем абсурдным. Для них это реальность, и это очень тревожный звонок. Но я все равно не могу понять, что кто-то и среди мировых политиков продолжает верить тому, что Путин пишет в своих статьях и говорит в своих выступлениях. На самом деле есть разные уровни. Я думаю, что есть те, кто по какой-то причине до этого испытывал определенную привязанность к России, как к стране или Советскому Союзу, особенно крайне левые. Они пытаются найти способ оправдать Россию, что является абсурдом, потому что между Россией и Советским Союзом нет никакой связи. Ни в экономических принципах, ни в чем вообще, нет ничего общего. Но почему они приходят к такому выводу? Это вопрос. Они проводят политику поддержки России. Я думаю, потому что в этом есть еще один момент, о котором ФБР объявила несколько недель назад. А именно, теперь есть доказательства того, что Россия финансирует политические партии во многих странах. Если провести расследование всех этих политиков, как финансировались их партии и политические компании, мы могли бы обнаружить, что в этом есть российская рука, что объяснило бы их поддержку не идеологией, а простым экономическим фактором, интересом, который побуждает их это делать. Какая роль отводится политикам в решении ситуации в Украине? И могут ли эти политики улучшить ситуацию именно те же самые мировые политики, которые и допустили войну? На самом деле, с инфляцией можно справиться, но обычно это неприятный процесс. Дело в том, что инфляция, как правило, в реальном выражении, это то, что из всех моментов, которые могут быть плохими, происходящими в вашей стране, беспокоят больше всего. Когда вы видите, что ваша зарплата исчезает, ваша покупательная способность меняется, и это тревожно для страны с высокой инфляцией. К сожалению, в Соединенных Штатах наблюдается высокая инфляция. В Европе – высокая инфляция. Я думаю, что мы скоро увидим, что на выборах будут много голосовать за большее количество кандидатов и лидеров, которые выступают против того, чтобы правительство вводило инфляцию, установленную их экономической политикой, печатая слишком много денег. И, скорее всего, мы снова увидим подъем политиков-популистов, которые сопровождаются как раз инфляцией. Еще один вопрос – это вопрос о передаче оружия Украине. Это один из аргументов между партиями, которые имели разные взгляды перед выборами. И как это повлияет на безопасность? Вот интересно. Этот вопрос интересует ведь не только Соединенные Штаты, но и некоторые страны Западной Европы. Давать или не давать оружие Украине? И как должна вообще выглядеть международная система безопасности после окончания войны? Украина сейчас находится в ситуации, когда по-прежнему будет получать большую поддержку со стороны Запада, США и Европы. Я полностью согласен с вами в том, что есть некоторые страны на Западе, которые хотят помочь Украине. Они своей поддержкой, санкциями сдержали, выиграли огромное количество времени. И это цена многих жизней. Но они некорректно заявляют, что каким-то образом это поможет закончить войну раньше. Что абсурдно. Или что передача большего вооружения Украины каким-то образом будет провокацией России на больший ответ. Что тоже абсурдно. Дело в том, что чем раньше победит Украина, тем раньше украинский народ вытеснит русских из мировой конъюнктуры. Так что, если вы хотите мира в Европе, лучшее, что вы можете сделать, это быстрее поставить оружие Украине. Есть еще один опасный момент, о котором говорят политики и эксперты. И он может исходить из Китая. А потому что именно Китай может ухудшить общую ситуацию в глобальной безопасности, напав на Тайвань. Так как вы думаете, готов ли сейчас Китай рискнуть всем и сделать это? Да, это хороший вопрос. Меня беспокоит этот вопрос, так как я думаю, что Китай находится на пути к тому, чтобы стать гораздо более опасным, чем он был исторически. И я думаю, что это, к сожалению, в конечном итоге распространится и на Тайвань. Когда это произойдет, я не знаю. Но я скажу, что есть признаки того, что он может сделать что-то подобное. Не сегодня, не завтра, а когда-нибудь, в ближайшем будущем. Но это будет очень немудро со стороны Китая. Они ведь видели последствия экономических санкций. Причина, почему Китай еще этого не сделал, в экономических санкциях США против России. И Китай видит это и оценивает свои риски. И причина проста. Они видят, что происходит с Россией и не хотят вмешиваться. Я думаю, раз Си Цзиньпин не поддержит Россию сейчас, то я сомневаюсь, что китайцы захотят всего через несколько месяцев еще и начать войну с Тайванем, чтобы оказаться в одной лодке с Россией. Мы поговорили практически о каждом участнике сегодняшних глобальных процессов, которые могут повлиять на ситуацию в Украине. Давайте же вернемся к Российской Федерации. Что должно произойти с Россией, чтобы война закончилась, и кто все-таки может на это повлиять? Ведь мы понимаем, невозможно вечно вводить санкции и вечно поставлять оружие. Это не может быть навсегда. Но в то же время, я думаю, что это может продолжаться достаточно долго. Россия – страна, находящаяся в изгое. Мы наблюдали, как разбивались самолеты. Мы пока не знаем причину, но я предполагаю, что отсутствие технического обслуживания является важным фактором. И по мере того, как Россия продолжает идти по этому пути каждый день, он может становиться все труднее. С каждым днем становится меньше деталей для автомобилей, меньше деталей для самолетов, меньше микрочипов, компьютеров. Я действительно думаю, что Путин, возможно, сделает что-то такое, что в конце концов приведет к его краху. Да, они теряют компьютеры, микрочипы, но каким-то образом они продолжают получать иранские беспилотники. У них есть потери в технологиях, но они получают иранские беспилотники, общая стоимость производства которых составляет около 3000 долларов или меньше. Но иранцы продают их примерно по 100 тысяч каждый. Вот такая экономия. Что ж, давайте заглянем немного в будущее. Как вы думаете, действительно ли мир готов тратить все эти огромные деньги, чтобы отдавать все свои силы и финансы для создания новой, сильной, мощной Украины на геополитической карте? И какое место может занять Украина, которую они готовы принять в этом геополитическом раскладе? Все произойдет после падения Москвы. Выходит, это соревнование между странами? Вы не получаете ничего просто так. За это надо бороться. Давайте представим, что падение России действительно открывает много возможностей для Украины. Опять же, в бывших советских республиках Россия была крупным игроком в Центральной Азии. Я думаю, что есть реальный шанс. По факту, в Центральной Азии много диктатур. Как только Путин проиграет, они падут настолько, насколько они привязаны к его режиму. Я думаю, что в случае с Белоруссией будет такой же вариант. Это позволит Украине, у которой есть реальный потенциал, стать экономическим центром. Ну и последний вопрос. Вопрос о слепоте некоторых политиков, которые могли остановить процесс, но не сделали этого. Ведь всего можно было избежать. Так каким же будет следующий вызов для эпохи постправды? Я думаю, дело в том, что мы извлекли важный урок о России. Многие говорили, что Путин опасен, и, к сожалению, многие люди на Западе не хотели в это верить. Им хотелось верить, что он остановится на этом. Он остановится после Грузии, остановится после того, как возьмет Донбасс. У Путина совершенно очевидно есть планы по дальнейшему расширению России. И я думаю, что сейчас важно, чтобы это понимание было в большинстве стран. В этот раз мы не можем повторить историю. На этот раз мы должны остановить Путина. Ну что ж, а нам предстоит большая работа. Ну а вам большое спасибо. Напомню нашим зрителям, что гостем сегодняшней студии был политический советник Джейсон Джейсмарт. Мы увидимся скоро и поговорим о более полезных решениях политиков в мире. Продолжение следует... Продолжение следует...